Каждый из нас живет в информационной просторе. Мы текаемся новинами, слухаем и глядим любимые фильмы и передачи. Сегодня работники радио, телебачения и сувязи означают свое профессийное свято. Наш наступный сюжет – с информационной кухни телерадиокомпании «Гомель», на какой журналисты рыхтуют свои сюжеты и программы. Сегодня отмечается День работников радио, телевидения и связи. Или просто День радио. 7 мая вошло в историю как дата его рождения. Именно в этот день в 1895 году физик Александр Попов представил созданный им первый в мире радиоприемник и продемонстрировал сеанс радиосвязи. Все эфирные студии отбывается в режиме нон-стоп. Новины, музыка, живая взаимосвязь со слухачами про интернет и навод махчимость виртуального подорожа у радиостудию, дякуючи онлайн-трансляции. Я наёсце на сайте Гомелев Фэма, так само в группе радио, социальной сети ВКонтакте. За год, колька сей подписчиков взросла у 10 разов – до 23 тысяч человек. Сегодня, до речи, и реальных гостей у радиостудиях, як не коли шмат. Кожный раз, коли прихожу у студию радио, радостно хвалююся. Менавито тут, 12 годов тому, пачался мой шлях журналиста. Сегодня у наша профессийная свята у радиостудии у весь день гостей. Гэта мая коллеги, які зараз працують на телебаченне, але пачинали так само тут, на радио. Напрыгад, Юля Хорошина зараз працують режиссёром на телебаченне. А больше, как 20 годов тому, радио слухачи Гомельщины у першыню пачули яе глыбокий, мелагучный и запаминальный голос. Скажи мне, Юля, как вообще выглядит рабочий день режиссёра? Режиссёров же никто не видит, мало кто понимает, чем режиссёр занимается. Я вот по секрету скажу, что у нас в студии по соседству, я периодически слышу, как Юля выходит и командует. Так, теперь все хлопаем, мы снимаем, так, теперь мы меняемся. Расскажи, чем твой день наполнен, чем, например, ты будешь заниматься сегодня? Каждый день не похож на предыдущий день. То есть работа режиссёра, сегодня один проект, завтра другой проект. Сегодня я могу ехать на съёмку утром, а днём уже работать в студии. И вот да, там командовать и говорить, сейчас аплодируем, сейчас улыбаемся и делаем умные лица. Гости изменяли один-одного. На встречу до былых коллег пришёл человек, який керую информационные просторы телебачения. Загадчик сектора подрыхтовки информационных программ – Вольга Коновалова. А кроме питания о сегодняшней праце и вспоминах об радыных буднях, пропоновали снова чуть себя радою ведучей. Водолеи, если ваше мнение совпадает с предпочтениями большинства, вы окажетесь в числе лидеров тех, на кого равняются и к кому прислушиваются. У студии весь день пановала вельми радостная и по сябровски тёплая атмосфера. Дареш и повиншовать с профессийным святом коллектив нашей телерадокампании пришли и люди, с якими звязывая шматгадовое, трывало и плённое информационное партнёрство. Гэта гости из Гомельского областного отделения Беларусского фонда «Миру», Союза Жанчин, Асвода, Следшого комитета. На переде новые планы, проекты, новины. Новые тековые идеи и новые люди, которые натхняют творить и працовать. В телерадиокампании Гомель в этом году будут происходить значительные изменения. Мы будем переходить в формат вещания HD, поэтому скоро наши зрители увидят картинку высокой чёткости. Могу сказать, что количество просмотров наших телепрограмм уже близится к одному миллиону на видеохостинге YouTube. Мы присутствуем в социальных сетях, это хорошие площадки для того, чтобы рассказать новости, показать новости, написать эти новости. Могу сказать, что служба информации телерадиокампании Гомель это круглосуточный новостной портал tvrgomel.by, который работает в непрерывном режиме. Самое главное у працы кожного из нас – реакция слухачов и глядачов. Когда растет количество проглядов подписчиков, когда телефонуют с удержностью за добрый материал, когда с крам и автомобилей чуются позывные родных радиостанций. Это шастя – профессионная и человечая. Марина Джале, Игорь Маришченко, телерадиокампании Гомель.